Нарушать меньше в последнее время стали мотоциклисты. Это связано с приближением зимы. Причем на двухколесной технике ездить сейчас не только холодно, но и небезопасно. В СОДД подвели итоги прошедшего мотосезона, из-за чего чаще всего происходили аварии с участием байкеров. Данные проанализировал Александр Поливки. Сотрудники СОДД показывают возможности нейросетей. Они развиваются стремительно. Комплексы фото-видео фиксации в столице способны распознать мотоциклистов без шлема. С момента запуска этого обновления уже зафиксировано больше 400 таких нарушений. Простое напоминание. Наличие защиты может снизить риск смерти при аварии в 6 раз, а вероятность получить травму головы снижается до 74%. Комплекс фотофиксации с нейронной сетью у нас довольно современный в Москве. Наверное, скажем так, самый современный в России комплекс фотофиксации, обладающий нейронной сетью, который видит мотоцикл, который определяет безошибочно, что это мотоциклы, определяют наличие шлема, то есть нейронная сеть, запрограммированная на эти нарушения. Такие предостережения от СОДД не случайны, ведь половина погибших в ДТП – это самые уязвимые участники движения. Пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Даже после окончания официального мотосезона аварии все равно происходят. Вот на Большой Дмитровке байкер без оглядки едет на зеленый свет, а на прилегающей дороге горит красный, на который несется Мерседес. От удара машина резко развернулась, мотоциклиста госпитализировали с переломами ребер. Или вот происшествие на Пресненской набережной. При перестроении мотоциклист был невнимателен. В это время другой байкер тоже не уследил за ситуацией. После мощного удара обоих отбросило в сторону. А по всей проезжей части разлетелись осколки от транспортных средств. Мотоциклиста, который не смог нормально перестроиться, отправили в больницу с рваными ранами и переломом ноги. Статистика неутешительная. За 9 месяцев этого года сотрудники ЦОДД зафиксировали 761 происшествие с участием мотоциклистов. В прошлом году за этот же период было 715 аварий. Специалисты центра уверяют, улучшились технологии распознавания нарушений. И вообще в столице увеличилось количество мотолюбителей. Мотокультура, конечно, выросла. Не говорю, что это благодаря камерам, в том числе благодаря камерам. Ну и вообще пропаганда и безопасность дорожного движения влияет на это. Вот самое частое нарушение байкеров по итогам сезона. Превышение скорости, отсутствие номеров, вождение в пьяном виде и отказ от прохождения мета-свидетельствования. А причинами ДТП назвали игнорирование скоростного режима и правил перестроения как мотоциклистами, так и водителями авто. Приоритетом в работе городских служб остается обеспечение безопасности движения. Особенно, когда погода ухудшается. На летней резине не будет нормального сцепления с дорогой в холодное время года. Об этом напоминают эксперты. Даже если днем выглядывает солнышко, все равно за это короткое время не успевает прогреваться асфальт. Выезжая днем, когда светит яркое солнце из дома, из гаража, и потом возвращаясь иногда вечером, можно попасть на очень холодный асфальт. Погода сейчас переменчива, поэтому сотрудники ЦУДД настойчиво просят мотоциклистов быть внимательными, а по возможности сейчас вообще не выезжать на дорогу. Александр Поливко, Федор Елисеев и Дмитрий Коновалов. Москва, 24.